Скоро Приготовил в небесах я место, Будем петь и воспевать за праздничный псалом. И воскликнет небо, Аллилуйя, И воскликнут ангелы, ликуя, Славная хвала волной, Покроет небеса. Никогда не будет там печали, Что в церковь мы на земле встречали, Будет вечно там любовь небесного вза. Ничего не бойтесь в этом мире, Для любви откройте сердце шире, Я покрою свою церковь слабой, красотой. Не теряйте времени напрасно, Говорите словом, молю ясно, Что спасти побольше драгоценных души день. И воскликнет небо, Аллилуйя, И воскликнут ангелы, ликуя, Славная хвала волной, Покроет небеса. Никогда не будет там печали, Что в церковь мы на земле встречали, Будет вечно там любовь небесного вза. И воскликнет небо, Аллилуйя, И воскликнут ангелы, ликуя, Славная хвала волной, Покроет небеса. Никогда не будет там печали, Что в церковь мы на земле встречали, Будет вечно там любовь небесного Отца. Будет вечно там любовь небесного Отца. Итак, если вы воскресли со Христом, То ищите горнего, Где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта Со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, Тогда и вы явитесь с Ним во славе. Я бы хотел остановиться на этих строчках, Где сказано, Христос, жизнь ваша. Глубокие слова, на самом деле, заставляют задуматься, Что же есть жизнь, жизнь ваша, Христос. И свою тему я назвал так. Жизнь ли наш Христос, и живу ли я им сегодня? В 1 Коринфянам 15 главе 19 стиха Павел пишет такие слова. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, Да, то мы несчастнее всех человеков. В современном переводе можно услышать так. Если вся наша надежда на Христа связана только с этой жизнью, То мы несчастнее всех людей. Если вся наша надежда на Христа связана только с этой жизнью, то мы несчастнее всех людей. Что же такое жизнь? Жизнь – это, может быть, мечты, планы, стремления, то, что приносит жизнь. Вспоминая свои детские года, я вспоминаю, как отец брал меня с собой на рыбалку. И для меня это была на самом деле жизнь. Мы вставали в часов в два, в три, собирались, это было целое приключение. Мы ехали на велосипедах, и это не останавливало нас, мы доезжали туда, это было достаточное количество расстояния, километров. Но мы приезжали, я понимал, ради чего я туда приезжаю. Это был восход, это были красивые пейзажи. Одним словом, это трудно описать, но это красота, и это мне было очень приятно, это мне нравилось. И ради этого я вставал. Однажды, когда я проспал, это было очень неприятно, и это был единственный раз, когда я проспал на рыбалку, потому что для меня это было реально стояще. И для меня это была жизнь. Для каждого жизнь – это что-то свое в этом мире, может быть. Кто-то может назвать лето отдельной жизнью. В некоторых сочинениях так и пишут. Лето – маленькая жизнь, и как ты провел это время. В свое время, когда мы ждали эти приятные дни, месяцы, мы отсчитывали в календаре дни. И сколько осталось? И отец все облажал меня мыслью. Осталось, Семен, немножко потерпи, и вот мы с тобой опять поедем, опять будем наслаждаться этим временем. Ну, сейчас зима, снег, ну потерпи, и скоро опять это придет. И вот что же такое жизнь, стремление? В Филиппийцам, 1 глава, 21 стих, написаны такие слова. В Филиппийцам, 1 глава, 21 стиха написано. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Павел пишет такие слова, и вот на самом деле есть над чем задуматься, что его жизнь – это была Христос. Если то, что сегодня я могу жить – это мои временные житейские наслаждения, и от этого я отталкиваюсь, и это мне приносит жизнь, то Павел пишет «Жизнь – моя Христос». Пишет то, что если Христа в моей жизни не будет, то все остальное будет тщетным, то остальное не будет иметь смысла, и для меня смерть – приобретение, потому что я знаю, что я живу вечно. Если в наших стремлениях и мечтах нет Бога, то остальное будет тщетно. Иоанна, 12 глава, 24 стиха. Иоанна, 12 глава, 24 стиха. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Если мы внутри себя не сможем умереть для Бога, если мы не сможем умереть для того, для той жизни, которая приносила нас в этом мире, не найти настоящую жизнь в Боге, то нет в этом никакой пользы. Если я люблю жизнь свою и в этом стараюсь ее найти, то я погублю ее, а если я отдам свою жизнь Господу, то я приобрету ее. Я не буду сам стараться обеспечивать свою жизнь и сказать для того, чтобы мне было хорошо, потому что это не моя забота. Господь говорит, оставь, я позабочусь о тебе. Это означает то, что не нужно стараться для того, чтобы твоя жизнь была хорошей и тратить на это всю свою жизнь, обеспечивая ее. Ведь тогда какой смысл всего? Господь заботится о каждом из нас. Бог может убрать все, к чему ты был прилеплен и от чего зависела твоя жизнь, чтобы показать, что настоящая жизнь есть только в нем. Путь с Богом – это полная отдача нашей жизни Ему. Однажды в свое время человек подходит к такому моменту, что он отдает свою жизнь Богу. Это происходит так, что человек выходит на сцену и говорит, я хочу отдать свою жизнь Богу. Слушатель спрашивает его, а что ты хочешь делать? Я хочу отдать свою жизнь Господу. И с того времени Бог начинает работать с сердцем этого человека. Потом он принимает его однокрещение, и он становится членом церкви. И он всю свою жизнь отдает Богу. Но на самом деле задумывается, что для меня есть жизнь? И жизнь ли для меня сегодня Христос? Живу ли я им сегодня? И что на самом деле мне приносит сегодня радость? Якова 1 глава. Откроем Якову 1 глава, 2 по 4 стих. Якова 1 глава, 2 по 4 стих. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Сразу такое интересное вступление. С радостью принимайте, братья мои, впадая в различные искушения. Обычно, когда на нашу жизнь обрушивается какой-то шквал разных ситуаций, проблем, то это, как правило, радость не вызывает. Я 100% могу это сказать. Но Павел пишет такие слова. С радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные испытания и искушения. Что это означает? С радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. Когда в нашу жизнь приходят испытания и искушения, с радостью мы это принимаем, потому что знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Аминь. Мы понимаем то, что все, что в нашу жизнь приходит, это не происходит без Божьего ведома. Он знает, что с тобой происходит сегодня, и он не допустит терпеть более того, чем определил на жизнь каждого из нас. Позволь Богу контролировать твою жизнь. Отдав свою жизнь в руки Бога, сохраняй спокойствие и наблюдай. В заключении хочу прочитать Иоанна, 15 главу. Здесь написано про лозу и ветви. Иоанна, 15 глава, с первого стиха. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы боли принесла плода. Всякую у меня ветвь, он боли очищает, чтобы боли принесла плода. Если в моей жизни случается какого рода испытание, с радостью принимаю, понимаю, что Бог нас очищает, чтобы мы боли принесли плода. В свое время я отучился на профессию электрика. Сейчас я понимаю, что это не моя профессия, но Бог провел меня через эту ситуацию. Я, может быть, не всегда знаю, к чему все идет, но я точно доверяю Ему. Сейчас я прохожу альтернативную службу в своем городе Илабуга, и я прохожу службу в доме-интернате с психическими расстройствами. Но я понимаю, что где бы я ни был, меня Бог формирует, что Бог взращивает личности, и Бог смотрит, как я через это прохожу. С радостью я принимаю и понимаю, что Бог работает надо мной сегодня. В свое время я отработал два года на заводе, и это тоже было прекрасное время. Я работал, и на каждом этапе своей жизни Бог учил меня быть благодарным за то, что я имею. То, что Бог дает от себя, и мне этого на жизнь вполне хватает. С каждым днем моей жизни я понимаю, что моя жизнь – это служение. И приходя на дом, в церковь, я понимаю, что кто-то нуждается в служении, и мое присутствие может быть для кого-то благословением, и каждого из нас. Что мы призваны для того, чтобы быть светом в этом мире, чтобы братья и сестры могли, нуждающиеся в нас, получить от Отца нашего. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. В наше время даже служение без Бога может быть тщетным, потому что чего мы ищем в служении? Вся наша жизнь сводится к тому, что мы живем пред Отцом. Вся наша жизнь сводится к тому, что мы имеем отношения и выстраиваем его лично со Христом. Между нами должно быть общение. И прежде всего, когда мы встаем, мы ищем этого, и это должно приносить жизнь. Ничего не можем делать сами собою, как написано, если не пребудем в нем. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди соблюдете, и пребудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего, и пребываю в его любви. Это, сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Радость, которую мы получаем, на самом деле совершенна, когда внутри нас живет его огонь. И эта радость не зависит от внешних факторов, не зависит от внешних обстоятельств благорасположения, потому что настоящая радость это только Христос. Настоящая радость, та, что питает нас изнутри, не зависит, какая бы погода ни была на улице, не зависит от того, как бы к нам ни относились, потому что наша радость в Боге, и она совершенно внутри нас. наша задача быть с Ним Богом воедино. Ничего не можете творить без меня, если не пребудете во мне и будете моими учениками. Аминь. Встанем и помолимся. Аминь. 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 Мы глубину любви к Тебе, Господь, не можем выразить слова. Послушай же сердца, звучащие балов. Не ближе к голосам ископленных того, Мы скажем всем слова любви, чтоб объяснить, как ты велит наш Бог. Но слов не достает, услышь, как дух поет, чтоб чувства передасть. Слов на свете нет, чтоб радость сердца описать, не хватит мне и сотен лет. Но слышишь, в каждом сердце стук, тебе Господь твердит. Благодарю за жизнь, благодарю за путь, благодарю за мир. Послушай же сердца, звучащие хвалом, не ближе голоса искупленных тобой. Мы скажем всем слова любви, чтоб объяснить, как ты велит наш Бог. Но слов не достает, услышь, как дух поет. Ах, слушай же сердца, звучащие хвалом, не ближе голоса искупленных тобой. Мы скажем всем слова любви, чтоб объяснить, как ты велит наш Бог. Но слов не достает, услышь, как дух поет. Послушай же сердца. Мы благодарны Богу. Мы благодарны также друзьям нашим, которые приехали к нам в гости. И сегодня, знаете, как апостол Павел говорит о том, что отсутствуя плотью, но духом и вместе. Мы славим одного и того же Отца, Бога Живого и Всемогущего, который умирал за нас, который страдал там на Голгофском кресте. Я хотел бы сказать такую определенную вещь. И когда Христос стоял перед Пилатом, вот знаете, брат Миша уже замечательно произнес и сказал о том, что бывает в жизни нашей так, что очень много друзей. А когда мы падаем, когда мы спотыкаемся, нам говорят о том, что ты виноват сам. Вот точно так же было. Я сидел и думал, Господи, насколько все сбывается, ничего не меняется на протяжении двух тысяч лет. Иисус стоял перед Пилатом. Народ кричал о том, чтобы впоследствии кричал, распни его. Пилат знал, что из-за зависти предали его. Дьявол делал все, чтобы народ взбунтовался. И народ взбунтовался. Дьявол взял, вложил в их сердца кричать, распни его, а нам отдай ворову. И самое главное, что Пилат знал, что, Господи, из-за зависти ведь предаете, ведь нету в нем никакой вины. Он выходил и говорил, что я не нахожу в нем никакой вины. Знаете, что произошло? Оно сегодня порой отображает наши сердца. Когда дьявол понял, что Христа распнут. И он четко воспринимал, рухнет все, весь его обман, все его лукавство. И он новые мысли вкладывает в сердце человека. Он человека разворачивает на 180 градусов с его мыслями, с его словами. И они говорят, сойди со креста, и мы уверуем в тебя. Теперь дьявол понял, что если он сойдет, то человечество погибнет. Мы действительно порой ищем тех советников, которые на самом деле не являются советниками. Насколько Бог милостив, насколько Он благословен. И они кричат о том, чтобы Иисус Христос сошел со Христа. Сойдешь, и мы уверуем. А вы бы уверовали? Нет. Никакое чудо им не помогало. Никакое знамение. Они представить не могли, что только жертва Господа Иисуса Христа, она одна способна изменить. И не было с ним никого. Кто бы спас душу человека? Мы даже представить не можем уровень той любви. Потому что Библия говорит, это и есть совокупность совершенства. В совершении любви ничего нет. Той, которую Христос проявил там, на Голгофском кресте. Печально, когда с нами бывает то же самое. Когда не разобравшись, мы говорим одно. Но печально то, что мы даже не подозреваем, как сердце свое мы отдаем лукавому, который входит в него. И вкладывает в нас те мысли, которые необходимы для него. И мы обещаем. И знаете, я хочу сказать одну определенную вещь. Где Библия говорит нам, не клянись, не произноси напрасно имя Бога. Знаете, я раньше думал, что значит напрасно. Когда начинаешь читать, Бог порой начинает приоткрывать и человек начинает на каком-то этапе понимать, Господи, что сегодня для меня не произносить имени напрасно Господа Иисуса Христа. Потому что мы привыкли в жизни своей. Мы всегда говорим, Господи, я благодарю Тебя. Я славлю Тебя. Я преклоняюсь пред именем Твоим. А потом я понял. Ты за что благодаришь Его? За то, что в твоей жизни ничего не изменилось? Ты благодаришь, что Он ничего не смог изменить в жизни Твоей? Если ты произносишь и говоришь, Господи, я благодарю Тебя, так ты говори, за что ты благодаришь Его? За то исцеление, которое ты получил? За то, что ты был таким, а стал совершенно другим? Ты благодари Его и воздавай славу Ему и преклоняйся перед Ним. Но если в жизни твоей тьма, если в жизни твоей ничего не меняется, от самого начала не произноси имени Его, ты можешь только в одном случае произносить. Господи, помилуй меня, прости меня. Знаете, Христос говорил народу израильскому, когда выходит Дух из человека. Он становится чистым. И если человек ничего не меняет в жизни своей, он приходит туда, возвращается и берет еще Духов злейших себя. И для такого человека становится намного хуже. Написано, приходит когда, когда дом что? Вычищен, когда он чистый. Кто его чистил? Где его очистили? Мы четко должны понимать, насколько мы должны любить Бога. Господи, ты очищаешь. Господи, я знаю, что в церкви ты очищаешь. Тогда, когда я прихожу к священнику и каюсь, когда я прошу упрощения и Бог прощает меня, во мне все чисто. Не пренебрегай. Все чисто, когда я прихожу в церковь и каюсь, когда я исповедуюсь в том, что сегодня скверняет меня. Как Бог любит нас, Господи! Слава Богу! Я хотел бы продолжить то, о чем говорил вчера. У нас не хватило времени. Но прежде чем говорить о том, о чем я говорил вчера, я хотел бы забежать немножечко вперед и сказать о том, что вот этот Новоходоносор царь. Если мы читаем с 4 главы, с 1 стиха, обратите внимание, там написаны такие слова. «Я, Новоходоносор, спокоен был в доме моем и благогенствовал в чертогах моих». Знаете, что можно здесь отметить? Насколько с одной стороны это хорошо. Библия говорит о том, что Даниил удерживается от тех слов, чтобы произносить то, что было с царем. И дает возможность самому царю от первого лица говорить все то, что внутри сердца его. И он говорит сам, «Я был спокоен в царстве своем». И в этот момент он действительно ощущал покой. Вот они царские палаты. Он царь. Он ощущал покой в доме своем, как отец, как муж. И в одночасье все в жизни его поменялось. И Бог предупреждает его. Оно не рухнуло сразу. Бог не наказал его сразу. И Библия говорит, он был порой непослушен. И когда Бог говорил ему, то Священное Писание говорит, «Двенадцать месяцев он ходил и размышлял». И не сделал никакого вывода. Мы не можем сегодня сказать, «Господи, за что?» Мы не можем сегодня сказать, «Господи, почему с нами нечто происходит?» Бог дает тебе возможность самому разобраться внутри сердца своего и произнести Богу, «Господи, все то, что в моем сердце». Да благословит нас Господь! И мы вновь возвращаемся к третьей главе книги Даниила. И мы вчера уже говорили о том, что Новохадоносор не сделал никакого вывода. Он поставил этот истукан и пригласил в первую очередь всех этих князей, всех сатрапов, тех, кто хранят деньги, для того, чтобы они в первую очередь поклонились. А за ними поклонится народ. Нам сегодня кажется, «Господи, а что я могу в церкви?» Что я могу в семье? Знаете, очень часто старшие дети, они не обращают внимания на то, как растут младшие. Знаете, очень часто мы говорим, находясь здесь в церкви и учим молодежь свою, «Как ты научишь старшего?» Так будут научены и младшие дети, потому что старшие будут смотреть за ними, потому что они будут брать образ с Христа. А дети будут смотреть на старшего и понимать. Знаете, дьявол, он всегда старается расширить свое влияние, но если ты ему не дашь, он его не расширит. Он расширяет его настолько, насколько ты ему позволяешь и настолько, насколько ты ему даешь. Тебя никто не заставляет грешить. Тебя никто не подталкивает говорить то, что не угодно пред Богом. Ведь дети смотрят и учатся. Дьявол, как я уже вчера говорил, пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. И они должны были, эти юноши, предстать. Их позвали, они предстали. Обратите внимание, что говорит Навходоносор. И Библия говорит, и собрались сатрапы, местники. Написано, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, которого Навходоносор царь поставил, и стали пред истуканом, которого воздвиг Навходоносор. Тогда Глашатай громко воскликнул. Объявляются вам, народы, племена и языки. В то время, как услышите звук трубы, свирели цитры, цевницы, гусли, симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навходоносор. А кто не падет и не поклонится, то час брошен будет в печь раскаленную огнем. Вы знаете, все испугались. Насколько хитро. И Библия говорит о том, что в тот момент, когда этим юношам казалось о том, что они одержали победу и не стали вкушать той еды, которую им предлагали, то они представить не могли, что на этом ничего не закончится. Бог будет их дальше испытывать. Бог их будет дальше прославлять. Знаете, нам порой не хватает терпения. Нам не хватает веры для того, чтобы верить, что, Господи, ты можешь меня в славе Своей возвеличить. Я не говорю о той гордости. Я не говорю о той надменности. Я говорю именно о том смирении и о той кротости, которой обладал сам Иисус Христос. Мы видим, как Бог подводит их к этому смирению. Знаете, есть такое замечательное место в Евангелии от Луки, когда народ был с Иисусом Христом. Это 9 глава Евангелия от Луки. Там, знаете, что написано? Они стали требовать исцеления. Требовать. У кого? У Христа? Знаете, что Библия говорит? Он дал им исцеление. Они настолько увлеклись. И я думаю, что Христос, Он понимал, Он заглядывал в их сердце. Кроме никого, никто не может так видеть сердце человека. Он явил милость. Он ее явил не просто так. Этот народ настолько увлекся, последовав Господом Иисусом Христом, идя за Ним в пустыню, что забыли взять все – хлеб, пищу. Они забыли о том, что там может быть холодно, что они уйдут на большое расстояние. Они стали впитывать это Слово, которое Господь дарует им. Пусть они требовали. Но Он снизошел к их немощам. Господи, и Он понимает, если не Христос их защитит, если не Он им даст исцеление, то кто? И мы впоследствии знаем, как Он их сделал участниками славы Божьей. Люди, оказавшиеся без ничего, они последовали просто за Христом. Когда Он им говорил, не берите с собою ничего, ни с умы, ничего. Почему? Мы можем, знаете, много примеров привести причин, по которым этот сказал. Но я хотел бы привести только одну – их много. Знаете, когда Бог им дал свою силу, когда Он их наполнил этим благословением, Он действительно им сказал, ничего с собой не берите. А с другой стороны, даром получили, даром давайте. А что давать? Ну, дашь ты другому хлеб или еще что-то, да, это милость, это милосердие, то ты не спасешь душу человека. Ты должен давать то, как когда-то давал Иоанн апостол Петр. Серебра и золота мы не имеем, но что имеем, то даем. Когда они раскрыли душу свою, в которой был Дух Святой, благодать просто полилась. Он за них имел заботу. И Он знал, что они не накормят народ. Сколько бы они не взяли, кого бы они не встретили на пути, а они бы в полной мере не накормили. И когда Он им сказал, вы дайте им есть, они понимали, Господи, что мы можем дать? У нас ничего нету. Пять хлебов. Ничего нету, Господи! И Он сделал их участниками, преломив, раздал и сказал, раздайте. И они раздали. Слава Богу! Это и есть слава и величие. Вот тому же самому Господь подводил этих юношей. Знаете, они ведь и до этого говорили Новоходоносору, что нам не надо времени размышлять. Мы тебе скажем прямо в лицо. Мы не поклонимся. Идолу. Мы не поклонимся идолу. Какая была в них вера, когда они говорили о том, что Бог уже определил, жить нам или нет. Понимаете, насколько важно, иногда это даже не войдет в голову, Господи, Ты определил жизнь мою. Я не могу ее распоряжаться сам. Ты определил все с того момента, как я родился, где апостол Павел говорит, прежде рождения моего. Прежде. Бог видел и знал, кем я был и кем я стану. Как все изменится внутри сердца моего. Они точно так же, эти юноши, они стоят перед ним и говорят о том, что мы не поклонимся. Даже если Господь определил, чтобы нам умереть, мы умрем. Печь, о которой говорили. Огненная печь. И они представляли, потому что они не были какими-то маленькими детьми. Они понимали, что значит печь. И я думаю, что это был не первый случай. Я думаю, что такие казни уже были. И они знали последствия. Даниила не было. Знаете, он не приходил и не поклонялся. И в этом не было. И как-то иногда читаешь это место Священного Писания, и не обращаешь внимания на то, что да, их было там трое. А когда первый раз читал, думал четверо, да еще ангел, что Даниил тоже с ними там был. Не было. Обратите внимание, Библия говорит, «Тогда Новоходоносор исполнился ярости, и ведь лица его изменился на Сидраха, Мисаха и Авдинага, и он повелел разжечь печь семь раз сильнее, нежели, как обыкновенно, разжигали ее». Вот подлинное лицо Новоходоносора, который когда-то готов был воздать славу Богу, и так быстро переменил внутри. Знаете, он легко поддался. Поддался тому, что дьявол искушал его. Вот когда Библия говорит про фараона, что Бог, кажется, лечит сердце его. Знаете, что мы должны знать всегда в жизни своей? В нас никогда не проявится то, что внутри нас, до тех пор, пока к нам не будет обращено Слово Божье. До тех пор, пока Слово Божье не будет обращено к нам, мы всегда способны будем скрывать то, что внутри сердца своего. Мы будем сдерживать это. Но как только Слово Божье было обращено к фараону «Отпусти», он проявил себя. Всякий раз, когда мы читаем Слово Господне, и когда оно готово войти в сердце наше, мы все равно реагируем. И как сегодня брат говорит, или мы отвергаем его, или мы принимаем, или мы начинаем искать советника, который что-то скажет нам, и нам понравится или не понравится. Насколько мы читаем Слово Господне, настолько оно и вникает, или оно утешает, благословляет, наставляет, вразумляет и обличает. Оно не может сегодня, как и некоторые привыкли, только благословлять. И мы порой не понимаем, Господи, а в чем же заключается благословение Твое? Оно и заключается в том, что Бог способен с нами совершать то, что угодно Ему. Когда это будет добрый сосуд, прославляющий Бога. Ибо Христос сказал, «Из вас потекут реки воды живой», когда Он говорил о действии Духа Святого. Если мы сегодня не читаем, если мы берем другие источники, нам легко скрывать то, что находится внутри нас. И только об этом потом узнает будущая жена или будущий муж. Какой Он на самом деле дома? Да благословит нас Господь! Он показал подлинное сердце все, что находится внутри Его. И когда они Ему сказали, «Мы не поклонимся», вот оно вновь проявилось. Знаете, Бог еще долго терпит. Бог еще проявляет определенную милость и дает возможность Ему. До того, когда еще раскалена эта печь, ты можешь все изменить, ты можешь развернуться, ты можешь покаяться и сказать, «Нет, я не сделаю этого!» Очень часто совесть наша, она судит нас, и мы начинаем бороться так, как апостол Павел, но Бог победил его. мы начинаем повиноваться Богу, и в нас уходит ропот и негодование только тогда, когда мы в Духе Святом признаем власть Господа Иисуса Христа. До тех пор, когда в полной мере мы не признаем власти Его. В нас есть этот бунт, в нас есть это сомнение, потому что дьявол еще имеет власть над нами, над нашими мыслями, над нашими делами, над нашими поступками. И когда апостол Павел в сиянии славы встретился с Господом Иисусом Христом, и когда он покорил Его, и когда апостол Павел признал власть Его, он полностью изменился. Можешь только удивляться, Господь, апостол Павел, насколько ты стал другим, насколько ты стал терпеливым, насколько ты способен унижаться и смиряться, насколько ты способен любить и полагать душу свою, не просто за Иисуса Христа, но за братьев своих сродников. И он говорил, что он готов умереть за них, за иудеев, лишь бы ради того, чтобы они были спасены. Библия говорит, они не покорились, их связали. И был приказ о том, чтобы связать их и бросить в печь. Знаете, я не буду останавливаться на этом месте. Мы знаем, что те, которые бросали, они сгорели от этого огня. И вот они попадают в печь. Знаете, я думаю, что вот это и есть кульминация всего того, что с ними произошло. Библия говорит, обратите внимание, написано, «Новоходоносор царь, изумлен, и поспешно встал и сказал вельможам своим, не троих ли мужей бросали мы в огонь связанным?» Они в ответ сказали царю, «Истина так, царь». Но на это он сказал, «Вот я вижу четырёх мужей, несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвёртого подобен Сыну Божьему». Вот она, церковь, где они оказались. Они ходили и молились. На определённое мгновение, будучи на земле, они оказались нетленными, приняли образ Бога Живого. Бог их прославил. Огонь не имел над ними власти, потому что над Богом ничто не имеет власти. Это был величайший символ церкви, величайшего служения, в котором они пребывали. Насколько это чудно, когда человек попадает, и то, что ему кажется определённой трудностью, и то, что ему кажется определённым огнём, оно, оказывается, является тем, что будет спасать душу твою, то, что будет благословлять тебя и наполнять Духом Святым. И Новогодоносер сказал, «Так это же ангел». Слава Богу! Это была церковь. И Библия говорит, «И врата ада не одолеют её». Никто не мог помешать. Будучи на земле, они оказались на небе. Будучи в печи, они оказались на небе. Бог очень часто предоставляет нам возможность, будучи в служении, просто быть на небе, просто быть в присутствии Божьем, славить Его и воздавать славу Ему. Знаете, силы покорились. И Новогодоносер говорит, «Тогда подошёл Новогодоносер к устью печи, раскалённый огнём, и сказал, «Сидрах, месах и Авдинага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, месах и Авдинага вышли из среди огна. И собравшись от рапы, наместники, выначальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, даже запаха огня не было от них». Они стали участником нетленной славы Божьей. Ничто не могло Христу повредить там, на Голгофском кресте. И когда народ смотрел на Него, Он думал, что Его распяли, что Он умер. Но Он победил смерть, потому что Он Господь. Он умирал за каждого из нас. Смотрите теперь то, как покоряется Новогодоносер. Он признает силу Божью над Собою, и в нем прекращается на какой-то определенный промежуток времени бунт против Бога. Он смиряется, он покоряется Богу, и он понимает, что сильнее Бога. «Ничто не может быть на земле». И он произносит такие слова. Тогда Новогодоносер сказал, «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Агдинага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушали царского повеления и предали свои тела огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. От меня дается повеление, чтобы из всякого народа племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Агдинага, был изрублен на куски и дом его и обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Агдинага в стране Вавилонской. «Знамение чудеса, какие совершал над нею Всевышний Бог, угодно мне возвести вам, как великим знамением Его и как могущественные чудеса Его, Царство Его, Царство Вечное и Владычество Его в роды и роды». Знаете, что он сказал? Он говорит «Рабы Бога Живого». Ему ничто не помогло, даже тогда, когда он поменял их имена. Он прибавил к этим именам. Они рабы Бога Живого. Слава Богу! Знаете, выше заслуги не существует. Это совокупность совершенства, где апостол Павел говорит «Я раб Господа Иисуса Христа». Пусть нас Бог благословит. Мы очень благодарны за это служение. Мы благодарны нашим друзьям, которые приехали и участвовали вместе с нами, точно так же молились, совершали служение Богу, преклоняясь и воздавая славу Ему. И слава Богу, что мы имеем один дух и одни мысли, и напоены тоже и славой и тем же величием. Бог, Бог живой и всемогущий. Я хочу, чтобы сейчас, когда хор будет петь, мы могли выходить на это место, славить Его и величать Его, потому что Он достойный этой славы, хвалы и величия. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok